Я начну свой доклад. Я в Ковом не читал доклад, но там была тема метан. Сейчас тема касается LPG SUG. И хотел бы кратко остановиться на продуктах SUG, которыми мы занимаемся, и поднять некоторые проблемы. Будьте добры, следующий сайт. Я не стесняюсь и горжусь тем, что наша компания позициируется работой только с качественными продуктами, с продуктами, за которые не стыдно, продукты, которые обеспечивают безопасность, потому что уже есть на фоне прожитых лет и негативный опыт. Поэтому если заниматься, то только заниматься качественным, безопасным оборудованием. Как известно, и не секрет, что одним из наших партнеров это является компания Kavania Group. Это итальянская компания. У этой компании несколько бизнес-направлений, и три из них связаны в России с компанией Fargas. Первая – это SUG, это газоболомка, емкость, вентили. Второе направление – технические газы, тоже очень успешные. Газы индустриальные, газы, спецгазы, медицинские газы, особенно в пандемию. В этом плане привезер очень вырос и поднялся в плане своего оборудования качественного. Третье направление – это газ, метан, регуляторы, домовые, промышленные. Не стесняюсь сказать, что и горжусь, что мы представляем регулятор Арктику, который на сегодняшний момент, я считаю, единственное, что честно доказал свои заявленные характеристики. Следующее направление Кавани – это автомобильное, альтернативное топливо. В данном направлении у Кавани создано два года назад совместное предприятие с Газпромом, и оно сейчас на стадии развития. Основные бизнес-направления я упущу. Кавани-групп с 1956 года начала делать свою коммерческую деятельность, и первое, что был ее продукт, это были вентили на баллоны. Тут представлены три типа вентили. Вентиль на подрусчеты, вентиль на композитные баллоны и вентиль на стандартные. Вроде бы, как бы, простой продукт, ничего сложного. Много кто производит, и отечественный производитель есть, и иностранный производитель есть, но дьявол кроется в деталях. Вот классические вентили. Мы поставляем вентили и Кавани на практически многие заводы, производящие баллоны. В Красноярске, с учетом сегодняшнего дня и перспектив прихода новых регионов, ожидается примерно парк баллонов миллион двести. Будучи сам, посещая некоторые заводы, производящие вентили, имею в виду европейские, все баллоны отличаются только цветом. Потому что каждая фирма, которая является поставщиком газа в баллонах, они имеют свой, как бы, индивидуальный цвет. Ну, по сравнению, как бы, с нашим гостом, который требуется, чтобы был красный цвет. У всех одинаковые вентили, и все 100% вентили снабжены клапаном безопасности или сбросным клапаном. Данная мелочь стоит всего лишь в цене закупки около евро, а то и меньше в зависимости. Но данная мелочь превращает газовый баллон с взрывоопасного предмета в обыкновенный потребительский продукт. Вот он. Нет абсолютно правдивой статистики у нас в России по тем катастрофам, которые произошли по вине взрывов баллонов. Да, их много, динамика увеличения есть. Это страшные трагедии, которые, на мой взгляд, мы могли изменить, применяв вентили с сбросным клапаном. Данный клапан, вернее, данный вентили с данным клапаном начали производить и отечественные производители. Не буду говорить, какие. Это легко узнать. Но суть в том, что тут важно стабильное качество. Даже когда мы делаем сертификацию, проверяют на то, что продукт вне зависимости в какой день, в какой месяц или в какое время, он должен выходить из скальера всегда со стабильным качеством. В том же Красноярск, Крайгазе, в свое время проводили испытания баллонов с вентилями с клапанами безопасности, как отечественными, так и в том числе и Кавани. К сожалению, отечественные вентили один раз сработали, но не закрылись. Один раз вообще не сработали, буквально недавние испытания. А Кавани, похвастаюсь, срабатывал, мало что он срабатывал, и как только давление снижалось, он опять закрывался. У меня самого даже есть личный опыт. На моем хозяйстве, на газонокосилке сработал клапан. Я даже не заметил, когда это было, я просто видел по индикатору, я заметил. И вот суть проблемы, что по факту, фактически все развитые регионы, ну, Европы, других, Азии, используют вентили с клапанами безопасности. Все, 100%. В Америке, когда было большое количество трагедий, связанных с баллонами и с сжиженным газом, там более жестко стали применять, там стали применять вентили с поплавком, дающие возможность остановить, не переполнить баллон. Данный проект у нас тоже пытались, пытаются реализовать, и дай бог, известная компания ВЕК. Ну, а у нас все по-старому, по-прежнему. Делаем старые вентили. Еще есть такое понятие, как срок службы, цена эксплуатации. Например, европейский стандарт требует, чтобы вентиль минимум 10 тысяч раз отработал циклов на открывание и на закрывание. У нас кто-нибудь делает эту проверку? Я, например, брал отечественные вентили и завозил в Польшу специально для себя. Так вот, некоторые производители всего лишь на 11% от своего ресурса уже требуют увеличения силы закручивания. Есть специальное требование, что должно быть, по-моему, 4 нитона, чтобы пожилой человек мог закрыть. Уже после 1100 требовалось 5. А после 2000 некоторые образцы просто уже были неработоспособны. Это что тогда? Это тогда надо в случае эксплуатации менять новый вентиль. Это определенные затраты на сам вентиль и на эти работы. И в итоге срок службы, цена имеет другие показатели. Поэтому с этой трибуны хотел бы обратиться к ассоциации. Если с помощью ассоциации будет продавлен закон, который обязует использовать в баллонах вентиль с бросным клапаном, клапан безопасности, который, притом, я за свой продукт, конечно, но, чтобы быть честным, что все вентили, которые будут использоваться, имели какую-то независимую эксплуатацию, вернее, не эксплуатацию, а испытание. Честное испытание. На количество циклов, на параметры сработки. Одно дело сделать этот клапан безопасности и заявить, что баллон безопасности, а другое дело, если он в нужный момент не сработает, и будет беда. Вот поэтому, если ассоциации этот закон как-то поможет, я думаю, что очень многие скажут спасибо, потому что многие останутся живы. И это, с другой стороны, это еще техническая культура и техническая гордость. Это главное. Теперь начнем дальше. Хотел бы продолжить по СУГу. Один из секторов СУГа у нас есть газобаллон. Газобаллон – это непосредственно бытовое назначение. Вроде бы, все мы знаем регуляторы, маленькие лягушки. Они известны, есть и достаточно много. Но есть регуляторы, которые как бытового, так и турчийского назначения, которые позволяют подключать два или несколько баллонов. Мало того, что есть разработка, которая дает на телефон сигнал, что заканчивается баллон. Можно не отключать потребление по сигналу, поменять. Этот регулятор автоматически переключается с одного баллона на другой баллон и дает сигнал, что нужно менять. А не тогда, когда баллон закончился, а уже вечер, а уже все закрыто, и где нам до утра взять газ, тем более, если это еще будет холодно. Следующее направление СУГа – это емкостное оборудование. Более 65% производителей Российской Федерации используют заподную арматуру «Кавания Групп». Данный продукт зарекомендовал себя даже компания «ФАС», которая является немецким нашим партнером-конкурентом, и то закупает у нас продукцию арматуру в связи с тем, что есть четкий спрос и четкие заявки на арматуру «Кавания Групп». Это не просто реклама, не просто слова. Это время, которое показало в эксплуатации. Время показало, что и в разные температурные режимы регуляторы и арматура работают. Отдельно хотел бы показать, если, конечно, у кого это касается. Это клапан безопасности. Его по регламенту необходимо через два года снимать и проводить поверхность. Чтобы его снять, используется обратный клапан. В любом случае, это надо ехать на участок, это нужно снимать, это нужно везти куда-то, делать поверхность, обратно приезжать и его монтировать. «Кавания Групп» уже давно, года 2-3, предлагает версию клапана ПВ-24 с мини-клапаном ПРВ. Он позволяет то, что мы открываем этот клапан, меняем просто маленький картридж-клапан ПРВ. Он стоит всего лишь 5 евро. Это позволяет не останавливать работу, это позволяет не ездить никуда, и сразу же этот клапан является уже поверенным. Это идет экономия средств на эксплуатацию и обслуживание. В данный момент тут показаны основные производители газгольденового и вывесного оборудования, с кем мы работаем давно, в том числе компания «Медведь», которая поставляет свои емкости на рынок красноязвия. Отдельно еще хотел бы сказать, что в этом году мы расширяем линейку продуктов, связанных с сжиженным газом, и мы заключили действенный контракт с компанией «ТМЦ». Это итальянская компания, которая производит газовые обогреватели. Так, вот. Ничего нового, ничего сверхъестественного. Единственное только, что газовые обогреватели исключительно произведены в Италии, исключительно на европейских законах, материалах. И регулятор с открытым пламенем, каминный мы его называем, это единственный обогреватель каминного типа с открытым пламенем. Это единственные обогреватели, которые представлены в настоящий момент на российском рынке. Данный обогреватель 100% используется в таких развитых странах, как Германия, Австрия, а другие типы просто из-за своих качеств, в том числе показатели СО и СО2, менее популярные. Сам, будучи в этом году, возвращаясь к командировке, я сам видел в Берлине, в магазине, не в магазине, а в ресторане обогреватель ТЭПСЭ, который был в рабочем состоянии. Но эти обогреватели позволяют, не только как бы-то включил-выключил, они позволяют как регулировать уровень максимальной температуры, уровень минимальной температуры, выставить любую температуру в пламя. там загорается в момент, когда или падает температура, и необходимо ее поднять. Но, к сожалению, в Ричи не совсем все работает. Все, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok